В ближайших фрагментах мы поговорим про геометрическую интерпретацию понятия графа. А именно любой граф можно изобразить на поверхности π, сопоставив вершинам различные точки этой поверхности, ребрам сопоставить отрезки кривых, которые соединяют данные точки. Ну и чаще всего в роли поверхности выступает плоскость, что мы привыкли рисовать на плоскости, но другие поверхности тоже в задачах такого рода появляются. Дадим какие-то формальные определения. Изображение φ большое, графа G на поверхности π, это пара инъекций. Инъекция φ отображает вершины в π, то есть вершины в разные точки. И вторая объекция это π с индексом φ, которая отображает ребра в кривые. Вот в этом множество π с индексом φ. Это множество несамопересекающихся кривых конечной длины. То есть мы сразу оговариваем, что ребра будут изображаться такими нормальными кривыми, без математических изысков. То есть кривые без самопересечений и имеющие конечную длину, как говорят, спрямляемые. Кривые принадлежат естественно поверхности π, потому что все изображение должно принадлежать π. И концы этих кривых принадлежат множеству φ от В. То есть поэтому у данного отображения индекс φ. Потому что от φ зависит вот эта множество. Еще раз. Вершины в точки, ребра в кривые, отрезки кривых, которые соединяют эти точки. Ну и образы вершин и ребер при изображении тоже называют вершинами и ребрами. Наибольший интерес представляют правильные изображения. Это те изображения, где ребра имеют в качестве общих точек только концы. Если у двух ребер общая точка, то эта точка является концом каждого из этих ребр. То есть это вершина. Говорят, что граф g укладывается на поверхности π, если существует правильное изображение графа на этой поверхности. Ну и частный случай, если существует правильное изображение графа на плоскости, то граф называется планарм. Ну и часто используют термин плоский граф. ну чтобы его использовать правильно давайте договоримся что такое плоский граф на самом деле плоский граф это пара это планарный граф и конкретное фиксированное изображение этого графа на плоскости правильное изображение то есть когда я вам на лекции по теории графов привожу какую-то иллюстрацию там на плоскости нарисован граф вот если он нарисован без пересечений то мы на эту штуку говорим что это плоский граф потому что вот мы и граф задали и конкретное изображение вот например пара примеров на плоскости этого слайда слева у нас изображен полный граф к 4 у нас 4 вершины и любая пара вершин соединена ребром полный граф к 4 изображен на плоскости это правильное изображение значит полный граф к 4 он планарный справа я изобразил другую поверхность а именно тор бублик с дыркой я изобразил тор и на торе изобразил граф который называется к 33 это так называемый полный двудольный граф два числа через запятую которые означают число вершин в долях этого графа смотрите у меня одна доля красные вершины вторая доля синие вершины и любые две вершины из разных долей соединены ребром заметьте что изображение правильное вот ну и по стандартным принципам рисования чего-нибудь неплоского на плоскости невидимая часть пунктира то есть смотрите у нас должно быть трижды 3 9 ребер вот 6 образует цикл седьмое вот это восьмое вот это оно проходит с обратной стороны бублика и девятое вот оно проходит сзади здесь вдоль всего бублика мы видим что никакие два ребра не пересекаются значит тоже правильное изображение но давайте несколько слов о том откуда берутся плоские графы и первый класс задач в которых плоский граф это ответ ответ должен выглядеть как плоский граф есть целая область в информатике в computer science которая называется graph drawing рисование графов смысл ее в построении на плоскости человека читаемых изображений графов ну вот справа приведен один из таких примеров человека читаемого изображения графа это схема московского метро она понятно что уже устарела если вы нашли в интернете схему московского метро вставили ее на слайд то к моменту когда вы этот слайд продемонстрировали она уже конечно устарела линий гораздо больше но она по-прежнему иллюстрирует какие задачи приходится решать в граф drawing ну кроме рисования всяких схем и диаграмм вот такого транспортного типа есть всякие схемы диаграммы для интернета и социальных сетей карты схемы местности маршрутов на местности диаграммы из лингвистики пример там связи языков происхождения слов и так далее диаграммы из биологии какие-нибудь филогенетические деревья и многие другие и везде где можно стараются рисовать правильное изображение представлять виде плоских графов потому что это удобно читать это более читаемое чем когда у вас пересечения незначащие просто потому что вы не смогли нарисовать вот заметьте здесь на схеме пересечения означают что у вас станции здесь кроме рисования графов есть еще такая область как проектирование электронных схем проектируете например материнскую плату ну или даже там самую примитивную плату для какого-нибудь очередного умного утюга проводящие дорожки не должны пересекаться по понятным причинам проводящие дорожки это ребра между элементами платы их надо изображать так чтобы они не пересекались да там возникают задачи например у вас плата двусторонняя ребра могут быть с одной стороны могут быть с другой но так или иначе это все некоторые надстройки над плоскими графами кроме ситуации когда плоский граф это ответ довольно распространена ситуация когда плоский граф это данные данные этот граф и по каким-то причинам он является плоским ну или очень близким к плоским например уличная сеть города там огромное число задач навигации каждый навигатор в каждом телефоне транслирует где-то сам решает а где-то транслирует чье-то решение задачи навигации если нет многоуровневых развязок то у вас просто плоский граф прямо совсем плоский плоский но многоуровневые развязки они конечно нарушают правильность изображения локальное нарушение есть но так в общем эта задача почти плоском графе дальше есть задачи раскроя ткани листового металла вас интересует оптимальная траектория режущего инструмента который раскрыт этот лист металлом на детали но там границы деталей это не пересекаются то есть у вас на этом листе изображен некоторый плоский граф и у вас задача какого-то обхода этого плоского графа по ребрам и там существенно что этот граф плоский а Продолжение следует...